Продолжение следует... В этом уравнении, да, по-моему, расписали число Бугера и оценив порядки значений, получили, что оно имеет тоже порядок единицы, и если помните, я не буду уже переписывать эту табличку еще раз, у нас все слагаемые разделились на три типа по порядку малости. Это слагаемые, которые имели порядок единицы, слагаемые, которые имели порядок числа Росби, и слагаемые, которые имели порядок числа Росби в квадрате. На этом, насколько я помню, мы в прошлый раз и остановились Ну теперь логично довершить это мероприятие И записать уравнение, которое у нас осталось Если сохранить только величины первого порядка малости То есть первого порядка малости, те, которые имеют порядок единицы И тогда у нас получится вот такое выражение Вот это то, что у нас осталось от полного выражения Да, напоминаю вам, что у нас помимо аппроксимации и разложения полного вектора ветра На вектор геострофический, а геострофический, который мы уже использовали в уравнениях движения Здесь мы ввели еще одну линеаризацию Мы для параметра θ, для величины θ потенциальной температуры Применили разложение на θ температуру в покоящейся атмосфере То есть вот это вот θ-реф для покоящейся атмосферы Она зависит только от вертикальной составляющей, только от z Поэтому называется покоящаяся атмосфера Если нет никаких градиентов по горизонтали, то не будет, соответственно, движения И нет никакого изменения во времени, тоже, соответственно, никакого движения нет Поэтому у нас вот это вот θ-реф отражает достаточно сильное изменение На порядок больше, чем все остальные потенциальные температуры с высотой А все остальное, то, что мы обозначили через θ с волной Это отклонение от покоящейся атмосферы Это все те аномалии или очаги разных значений потенциальной температуры Которые уже могут меняться и с высотой, и по горизонтали, и по времени Это как раз отклонение от покоящейся атмосферы То есть то, что и вызывает движение Ну вот вы видите, что в данной выражении у нас как раз по времени и по горизонтали Остались производные от вот этого θ с волной А покоящаяся атмосфера у нас сохранилась только вот в этом выражении Да, и напоминаю, что n0 квадрат — это частота Брента-Вяйсела g на θ 0 dθ-реф по dz То есть это частота Брента-Вяйсела Или то, что характеризует устойчивость-неустойчивость Стратификацию атмосферы именно покоящейся Вот она у нас входит в это выражение Значит, что нам дает анализ порядков величин С точки зрения уравнения притока тепла Мы видим, что у нас, как и в случае уравнения движения Как относительно малая величина уходит а-геострофическая адвекция Да, у нас сохраняется адвекция потенциальной температуры только геострофическим вектором То есть при крупномасштабном движении а-геострофической адвекции мы можем пренебречь Второе, что мы видим Что, ну это и понятно, это даже не из порядков величин Да, что у нас эволюция, то есть изменение по времени Идет только θ с волной И это понятно, поскольку покоящаяся атмосфера Она не двигается и со временем там никаких изменений не происходит Но в отличие от уравнения движения У нас не пропадают члены с вертикальной адвекцией Но они могут быть упрощены И у нас остается по анализу порядка малости Адвекция вертикальная Только потенциальной температуры в покоящей атмосфере То есть вы видите, там где есть слагаемая W, то есть вертикальная до скорости Там где есть вертикальная адвекция Там нет вот это с волной А входит, вот если расшифровать N0 в квадрате Входит только вот это вот изменение потенциальной температуры в покоящейся атмосфере То есть вертикальная адвекция имеет значение и сравнимо с остальными слагаемыми Только если осуществляется перенос вот этих вот, скажем так, вертикальные движения Будут изменять температуру на каком-то слое, на каком-то уровне Благодаря тому, что есть вот этот вот большой градиент температуры тетта Не благодаря каким-то отклонениям А благодаря тому, что есть вот этот значительный рост потенциальной температуры Или, если говорить в терминах абсолютной температуры То это падение потенциальной температуры с высотой Не с масштабами, не знаю, десятые или сотые доли градуса А вот такой с масштабом среднего градиента То есть это порядка одного градуса на 100 метров Если это суходиабатический градиент Если мы говорим об абсолютной температуре То это 0,6 градуса на 100 метров То есть вот когда есть такие изменения с высотой То вертикальная адвекция будет оказывать существенные изменения Для температуры на каждом конкретном уровне Значит, в итоге мы можем сделать какой вывод Значит, мы с вами видим Какие основные факторы Которые определяют изменение потенциальной температуры Первый фактор – это горизонтальная адвекция к геострофическим ветрам Это показана вот правая, да, точка Ну, нет, собственно говоря, и правая, и левая, пожалуйста Ветер здесь одинаковый показан И в точке М, и в точке Н Значит, и температура будет расти Если направление потока совпадает с Это противоположно направлению градиента Да, но здесь еще тоже вопрос, как считать градиент Как вы помните, что в метеорологии Да, градиент давления И градиент температуры считается направленным от тепла к холоду Но если с градиентом давление это однозначно То температуру очень часто по-разному объясняют Поэтому каждый раз надо разбираться и смотреть в каждом конкретном, я не знаю, там, статье и учебнике Что они поднимают под градиентом температуры В математике, как вы знаете, градиент направлен в сторону увеличения Вот, в метеорологии, благодаря тому, что с высотой давление падает И ветер дует в сторону более низкого давления Принято стандартно, что градиент направлен в сторону уменьшения А температуру все время оценивают по-разному То есть иногда считают, что в сторону увеличения, иногда в сторону уменьшения Но главное, что если у нас, понятно, поток направлен, вот как в данном случае, от холода к теплу в направлении градиента, получается, дтпдх больше нуля в направлении запада на восток, то у нас будет температура понижаться. Если поток направлен в сторону уменьшения потенциальной температуры, то, соответственно, температура будет увеличиваться. Здесь все понятно, с знакомым адвекциям и по картам все это оценивать умеем. Значит, и второй фактор, который влияет, это вертикальная адвекция. И поскольку у нас потенциальная температура с высотой, что делает в атмосфере? В среднем. Потенциальная температура. Значит, если 0,6 градуса на 100 метров, то это какая стратификация средняя? Устойчивая. Да, у нас в атмосфере преобладает устойчивая стратификация, поскольку суходиаматический агредиент 1 градус на 100 метров. Значит, в среднем в атмосфере стратификация устойчивая, при устойчивой стратификации потенциальная температура с высотой растет. Потому что потенциальная температура, если вы помните, это температура, которая примет частица, которую примет частица, если ее сухо-адиаботически опустить до 1000 гектапаскалей. Если температура в реальной атмосфере падает с высотой медленнее, чем сухо-адиаботический агредиент, а, как правило, она падает медленнее, то с высотой потенциальная температура будет расти. Потому что, опускаясь, потенциальная температура будет расти на 1 градус на 100 метров, а в реальной атмосфере скорость роста температуры с опусканием меньше, чем 1 градус. Так вот, при таком среднем распределении, когда потенциальная температура с высотой растет, у нас нисходящие движения будут приносить частицы с более высокой потенциальной температурой и таким образом будет способствовать росту температуры общей. А если потоки направлены снизу вверх, то снизу будут приноситься частицы с более низкой потенциальной температурой и это будет приводить к охлаждению. Ну вот, собственно говоря, все, что касается, да, закончила я на этом про основные уравнения квас-геостропической системы. Такой кусочек у нас остался с прошлого раза. Вот теперь я про него договорила. И теперь мы с вами после вот такого общего подхода перейдем к последовательному анализу уже отдельных метеорологических полей. Значит, начинаем мы с вами естественный анализ, как и при любом нашем конкретном оперативном анализе, с барического поля, поскольку распределение давления у нас определяет атмосферную циркуляцию, а с циркуляцией, направлением потоков связаны изменения многих других характеристик и, в общем-то, и системы конденсации, и поле осадков. Это все являются производными от циркуляции, а значит от барического поля. Значит, ну вы знаете все, что барическое поле у нас является скалярным и непрерывным. Ну здесь необходима оговорка, что непрерывным поле давления является в диапазоне скоростей, которые наблюдаются в земной атмосфере. Если бы у нас были какие-то экстремальные скорости перемещения воздуха, которые там можно создать где-то в лабораторных условиях или рассчитать теоретически, то могут наблюдаться разрывы в поле давления. Значит, ну в земной атмосфере этого не происходит, поле давления непрерывно. Значит, давление является у нас, как и многие другие характеристики, функцией всех четырех переменных. То есть меняется по пространству горизонтальному, по вертикали и по времени. И удобным способом описания вот такого трехмерного поля, меняющегося во времени, являются эквискалярные поверхности, которые описываются выражением P от X, Y, Z равно константа. И вы знаете, что в случае метеорологии такие поверхности называются изобарическими. Но не в случае метеорологии, в случае барического поля, это эквискалярная поверхность, называется изобарической. Значит, в общем случае у нас изобарические поверхности не совпадают с уровенными поверхностями, то есть с поверхностями равной геометрической высоты. и расположены под углом, который может быть выражен через геострофический ветер. Вот угол наклона уровенной поверхности, ой, нет, неправильно сказала, извините, это уже уровень наклона, не уровень, а изобарической поверхности. Я сказала, что изобарические расположены под углом к уровенам, и вот угол наклона изобарической поверхности может быть выражен через формулу геострофического ветра. И если подставить сюда характерные значения, да, для F это у нас 10 минус 4 на секунду в минус 1, G имеет порядок 10 метров на секунду в квадрате, и мы говорили, что порядок скорости ветра реального геострофического это 10 метров в секунду, то тангенс бета у нас получается от 10 минус 4 до 10 минус 5 метров в секунду. Ну, да, при этом сам угол бета, значит, это 10 минус 4, 10 минус 5, это порядок тангенса, и угол наклона изобарической поверхности в селеднем составляет где-то от 24 до 30 секунд. Ну, вот такие малые углы наклона, как не только для изобарической поверхности, но как мы потом увидим с вами и для фронтальной поверхности, причина этого в том, что у нас горизонтальные и вертикальные масштабы в атмосфере различаются на 4 порядка или даже больше, да, и это и одна из причин, почему, например, мы с вами редко рассматриваем трехмерный вектор ветра, да, разделяем на ветер, то есть, неправильно сказал, трехмерный вектор движения, да, разделяем на ветер, то есть, горизонтальное перемещение и вертикальные скорости отдельные, это перемещение по вертикали, именно за разности порядков. Аналогично, вот мы сейчас будем с вами говорить про барический градиент. Барический градиент тоже очень редко анализируется как трехмерный, хотя по сути градиент, он, естественно, трехмерный, да, разделяем на поле трехмерное. Вот, ну, опять-таки, из-за разницы порядков всегда говорят либо о вертикальном барическом градиенте, либо о горизонтальном. Поскольку уровенные поверхности изобарические не параллельны, то они пересекаются под неким углом, и существуют линии пересечения уровенных поверхностей с изобарическими, и описываются они семейством линий, называемых изобарами, и это уравнение для изобар. Да, вот спрашивают иногда тоже на экзаменах, что такое изобары. Понятно, можно сказать, что это линии равного давления, если мы вас с вами рассматриваем на карте. Ну, а более общее определение, да, что изобары – это линии пересечения изобарических поверхностей с уровенами. Ну, вот теперь перейдем к основной характеристике барического поля. Это барический градиент. В общем виде математическом. Значит, ну, обозначается он, как правило, буквой G. Направлен он по нормали к эквискалярным поверхностям. И, как я уже сказала, в метеорологии принято, в отличие от математики, что он направлен в сторону убывания. Отсюда появляется дофункция. В сторону убывания давления отсюда появляется знак минус. Ну, вот тоже такой очевидный вопрос, на который не всегда почему-то находится ответ. Что показывает барический градиент? Ну, как правило, говорят, изменение давления, да, такое. Но на самом деле он показывает, поскольку барический градиент – это вектор в данном случае, то он показывает, во-первых, направление, в котором поле давления изменяется максимально. То есть это направление максимального изменения давления, естественно, вблизи рассматриваемой точки. Ну и второе – это то, что да, то, что всем очевидно, это величину изменения этого давления. Ну и часто еще оперируют характеристикой не просто барического градиента. Да, еще раз повторяю, что барический градиент, как и любой градиент, это вектор. Но часто мы сокращаем это определение и под градиентом, подразумеваем только численную характеристику, то есть абсолютную величину. И это изменение давления на единицу расстояния в указанном направлении. Поэтому вот достаточно часто даже в каких-то учебниках, в каких-то выкладках подменяются эти два понятия. И говоря о барическом градиенте, имеет в виду не вектор, а имеет в виду только его численную величину. Значит, что такое барический градиент по своей физической сущности? Если мы с вами запишем размерность барического градиента, да, это у нас будет паскаль, это f на l квадрат и еще на l, да, давление это сила на площадь, и еще, поскольку градиент еще это отношение к расстоянию, то получается f на l в кубе. И, исходя из размерности, мы видим, что это так называемая удельная сила. То есть сила, отнесенная к единице объема. И вот здесь вот тоже, да, некоторая такая специфика, я бы так сказала, метеорологических терминов в том, что с точки зрения математика, градиент – это вектор, просто, да, некоторый вектор – это оператор, изменение характеристики, а вот в метеорологии барический градиент – это именно сила. И раз это сила, то она вызывает перемещение воздуха. Хотя, опять-таки, да, вот, если строго следует терминологии, то надо говорить не барический градиент вызывает движение воздуха, а сила барического градиента. И, по сути, вот то, что мы здесь пишем, да, это вот, и то, что мы изображаем вектором, это именно сила барического градиента. Значит, если, да, еще часто используют выражения для барического градиента, отнесенные к единицам массы, и в этом случае его записывают вот так вот. Если мы распишем это по компонентно, значит, мы получим, естественно, составляющие по всем осям. И, как я уже сказала, практически никогда не используют трехмерный вектор, вектор градиента в трехмерном пространстве, а разделяют на две компоненты. на горизонтальный градиент, и вот, когда пишут вот такое значение, да, по-хорошему надо писать вот так вот, да, ставить буковку Г, потому что мы используем именно составляющие GX и GY. И отдельно выделяют вертикальный барический градиент, порядок которого, значит, вот здесь можно сразу написать, это 1 гектопаскаль на 10 метров, а порядок вот этих слагаемых, ну, в нормальных условиях. Это 1 3 гектопаскаля на 100 километров, то есть 10 в пятый метр. Таким образом, разница порядков у нас составляет 4 порядка между этими составляющими. Естественно, что объединять их неудобно и не имеет особого смысла. Ну, и еще одна причина, кроме порядков, почему мы их не объединяем, это та, что горизонтальный барический градиент вызывает, это основная причина перемещения воздуха, перемещение в горизонтальном направлении, да, это, в общем-то, по сути, источник всего движения в земной атмосфере. А вертикальный барический градиент, несмотря на то, что он на 4 порядка больше, он уравновешивается, как у нас известно, согласно уравнению статики силой тяжести, и таким образом перемещение воздуха не вызывает. Вот это еще одна, скажем так, ладно, это забегая вперед, еще одна важная причина, по которой эти две составляющих разделяются. Ну, вот теперь такая интересная, ну, не знаю, интересная нет, еще одна оценка, скажем так. Если барический градиент – это сила, то она должна создавать ускорение. Да, и вот можно оценить. Наша задача – оценить, какова же величина ускорения, которое создает вот средние значения горизонтального барического градиента, которые наблюдаются на Земле. Значит, как я сказала, ну, давайте возьмем маленькую такую величину, да, малоградиентное, скажем так, барическое поле, ну, относительно малоградиентное, когда у нас градиент равен 1 гектопаскаль на 100 километров. Ну, и тогда мы можем написать минус ДП по ДН 1 ГПА на 100 километров. Это, соответственно, будет, да, если мы переходим к единицам С, это будет 10 в квадрате на 10 в пятой, и размерность у нас получается килограмм, господи, сейчас, килограмм на… силу я хочу сделать. М на ускорение на метр на секунду в квадрате и разделить на метр квадратный и еще на метр. Получился килограмм на секунду в квадрате и на метр квадратный. По-моему, все правильно у меня получилось. Так, и теперь я еще добавлю, отнесу к единице массы, единицы на рона ДП по ДН. Значит, и у меня получается 10 в квадрате на 10 в пятой. Подставим среднее значение 1,273 для среднего значения плотности воздуха и добавим, соответственно, в размерность тоже плотность. Это будет килограмм на секунду в квадрате, на метр в квадрате, и сюда добавится килограмм на метр в кубе. Килограммы сократятся. Ой, не то сократила. Здесь останется метр, здесь уйдет вот это все. и получится размерность метр на секунду в квадрате. Это как раз вы видите, что размерность ускорения. И если мы посчитаем, если есть желание, можете посчитать. Если нет желания, то можно мне поверить. Получается 0,08 сантиметра на секунду в квадрате. Значит, не пугайтесь, по идее, если бы мы считали, вот это все подставим, у вас получится 0,008. Но я ушла от, чтобы не писать кучу нулей от метров, и написала сразу в сантиметрах. Значит, вот стандартные значения барического градиента в земной атмосфере создают ускорение 0,08 сантиметра в секунду за секунду. Да, вроде какая-то совершенно маленькая и незначительная величина. Каким же образом у нас возникают скорости ветра, которые составляют в среднем 10 метров в секунду, если он разгоняется от нуля. Ну вот здесь вот надо не забыть, что мы в данном случае говорим о секундах, а в случае синаптического масштаба мы говорим о сутках. Кто помнит наизусть-то? Сколько у нас? 8,6400? Я тоже иногда забыла. Значит, а в сутках у нас 8,6400, то есть это 5 порядков. Почему-то опять исчезло? И если мы 0,08 умножим на 5 порядков, да, ну даже 0,008 на 5 порядков, как раз 10 метров в секунду и получим скорость ветра. Вот отсюда это и берется. То есть просто за счет длительного, скажем так, воздействия. Ну и еще одна очень важная такая вещь, о которой, конечно, неоднократно говорили, но именно в синоптике, наверное, это изменение имеет, скажем так, максимальное значение, максимальное приложение. Это, естественно, что у нас горизонтальный барический градиент меняется с высотой. Ну вот давайте так быстренько запишем, как же он меняется. Значит, у нас с вами есть барометрическая формула. Так, P1 на E я написала. Минус Кто у нас наверху-то стоит? Я не вижу. G на дельта Z R на TM. Правильно? Барическую формула. Парометрическую формулу. Все помнят? Да, или мы можем написать, что логарифм P2 равен логарифм P1 минус G на дельта Z зеленое R на TM. Где TM – это средняя температура слоя. Так, ну и теперь мы что с вами сделаем для того, чтобы получить значение барического градиента, изменение его с высотой. Ну, по сути, у нас изменение с высотой уже дает барометрическая формула, да, соотношение между P2 и P1. А чтобы перейти к барическому градиенту, нам надо эту формулу продифференцировать по N и разделить на ρ. И тогда у нас получается единица на… А, нет, не буду я на ρ делить. Не буду я пока на ρ делить. Просто DP1 по DN. Так, и если я возьму производную от логарифма, можно, конечно, и ρ сюда дописать, но бог с ним. Значит, у меня получится единица на P2 DP2 по DN, это одно единица на P1 DP1 по DN, и минус G на дельта Z, деленное на r. Так, сейчас, секунду. Здесь будет DTM по DN, и сюда идет еще одна TM, и она получится в квадрате. Да, потому что производная от единицы на TM. Все правильно. Так, ну и тогда могу переписать вот в таком вот виде окончательном. DP2 по DN, то есть меня… то, что меня интересовало, да, как градиент на выше лежащем уровне соотносится с градиентом на ниже лежащем уровне, что нам как раз и даст изменения с высотой. И это получается P2, деленный на P1, DP1 по DN, минус G на дельта Z, на r на TM квадрат, DTM по DN. Значит, ну вот из этого, в общем-то, наверное, вам знакомого уравнения, которое вы где-то уже видели, в таком виде или несколько в другом, суть от этого не меняется. Значит, можно сделать несколько таких уже значимых выводов. Значит, во-первых, если у нас отсутствует градиент температуры, если второе слагаемое равно нулю. Ну, в принципе, такое встречается редко, особенно в умеренных широтах, но в тропиках малоградиентные термические поля, да, с практически постоянной температурой, они наблюдаются достаточно часто. Что в этом случае у нас получается? У нас получается, что, ну, из этой формулы это не очевидно, но направление барического градиента на высоте и, ну, пусть это будет у Земли, да, пусть у нас будет не P1, а P0, можно рассматривать и любые другие два уровня. Значит, на высотах направление барического градиента не меняется, но оно отличается на P2, деленное на P1, а поскольку априори мы задали, что P2 это вышележащая из-за барической поверхности, то этот множитель меньше единицы, и значит, что с высотой барический градиент будет уменьшаться. Да, то есть в случае отсутствия температурных контрастов барический градиент с высотой уменьшается и, соответственно, интенсивность ветра, да, циркуляции, она с высотой должна падать. Но в реальности этого, конечно, никогда не происходит, поскольку на Земле всегда присутствуют какие-то температурные контрасты. Так, это у нас зачем здесь появилось? Вот, и вот тут уже как раз будет иллюстрация вот этих двух картинок, которые мы с вами видим. Значит, для начала мы смотрим с вами на картинку верхнюю. Да, значит, если у нас существует горизонтальный барический градиент, то есть у нас есть ДТМ, ПДН в слое, естественно, что градиент давления с высотой будет изменяться в соответствии с изменением температуры. И обратите внимание, что главное здесь, в этой формуле. Видите, что здесь стоит знаменатель? Здесь стоит ΔZ. То есть, чем выше мы поднимаемся, тем больше градиент давления, тем больше, давайте по порядку, чем выше мы поднимаемся, тем больше вклад второго слагаемого, соответственно, тем ближе барический градиент становится к градиенту средней температуры слоя. То есть вот из этой формулы следует главное такое правило синаптическо-метеорологическое, что с высотой барическое поле подстраивается под термическое. Ну и вот такая экстремальная ситуация показана здесь, когда у Земли, ну, предположим, да, ну, на всякий случай какие-то, чтобы были, у нас в метеорологии географическая наука, поэтому мы какие-то всегда берем привязки к реальной ситуации, предположим, что это зимние условия, значит, это европейская территория России, это Сибирь, здесь температуры более высокие, здесь более холодные, ну и как мы знаем по распределению давления, как раз именно в соответствии с температурой, но это даже мы с вами дальше получим, хотя тоже, наверное, вы это знаете, да, что знак давления температуры до 3 километров противоположный, а после 3 километров совпадает. Знак изменения давления и температуры. Но это мы тоже с вами такое уравнение напишем. Так вот, в холодном воздухе у Земли давление высокое, в теплом воздухе у Земли давление низкое. Соответственно, мы видим, что барический и термический градиент противоположно направлены. Ну а дальше, если мы даже не будем вдаваться в уравнение, а вспомним просто уравнение статики, да, у нас в холодном воздухе, но здесь может быть не очень хорошо написано, барическая ступень большая, давление падает быстро, соответственно, наклон у нас изобар с высотой изменится, в теплом воздухе давление падает медленно, здесь падает быстро. В результате на некоторой высоте над приземным антициклоном возникает область низкого давления, над приземным циклоном область высокого давления, и если мы построим вектор барического градиента, то окажется, что он сонаправлен с вектором термическим. То есть с одной стороны вот можно это получить так скажем наглядным образом из известных нам правил, а с другой стороны по сути это иллюстрация вот этой формулы, которую мы с вами получили. Вот типичный вариант подстройки барического поля подтермическое, экстремальное в том смысле, что здесь происходит обращение барического градиента. Не просто его там изменения, а он просто меняет свое направление на противоположное. А вторая картинка нам иллюстрирует такой тоже не часто, но достаточно часто встречающийся в синоптике случай, когда у нас малоградиентное поле давления, ну в экстремальном варианте у нас нет изменений давления, да, и барический градиент у Земли равен нулю, это совершенно не значит, что такое малоградиентное поле будет сохраняться с высотой. Почему? Потому что все будет определять, опять же, термический градиент, и если у Земли нет контрастов давления, но есть контраст температуры, то контраст температуры с высотой создаст перепад давления, и над областью тепла сформируется антициклон, над областью холода циклон, и на высотах появится барический градиент, а значит появится перемещение воздуха. то есть даже в случае отсутствия перемещения и ветра у Земли и равномерного распределения давления, неравномерность нагрева, неравномерность распределения температуры создает циркуляцию на высотах. Никого ничего в формуле не смутило? А меня вот смутило. Ничего же, я вот это на П2 давно жила, а это нет. Так, значит, дальше, ну такие тоже очень быстрые примеры вот этой изменения барического градиента с высотой в различных барических образованиях. Ну вот здесь тоже представлена, наверное, хорошо вам знакомая картинка из какого-нибудь там еще первого курса. Не знаю, до сколько она вам помнится. Значит, это термически асимметричный циклон и антициклон жирными сплошными линиями показаны забары у поверхности Земли. Пунктиром показаны изотермы, наверное, без разницы, кто из них. Да, пунктирно показаны изотермы, да, соответственно, в передней части антициклона и в тыловой части циклона, там, где адвекция холода у нас, прогиб изотерм к югу и формирование языка холода или термической ложбины. В тыловой части антициклона и в передней части циклона, там, где происходит адвекция тепла, возникает термический гребень. Ну и вот, если следовать полученной нами формулой, да, и правилу подстройки барического поля подтермического, мы видим, что на высотах у нас замкнутые очаги циркуляции исчезают и изобары приобретают волнообразный изгиб, то есть замкнутая циркуляция меняется на волнообразную. Ну и вот этот как раз факт подстройки термического барического поля подтермическое разрешает такое противоречие, которое вот иногда на начальных стадиях, скажем так, обучение вызывает вопросы у студентов, когда с одной стороны мы говорим, что в умеренных широтах господствует западный перенос, да, это всем знакомо с первого курса, рисуем схему геострофического ветра, распределение давления и так далее, а с другой стороны говорим, что важнейшим звеном циркуляции в умеренных широтах являются циклоны и антициклоны, ну и важнейшим звеном циркуляции является циклоническая деятельность, то есть последовательная смена циклонов и антициклонов, да, при том, что в циклонах и антициклонах у нас циркуляция вихревая, то есть имеются все направления скорости ветра, ну вот у меня геологи, да, которым это все не очень знакомо, и вообще они далеко находятся от циркуляции, атмосферы, они говорят, подождите, значит, вот у вас тут северный ветер, южный, западный и восточный, вы нам только что сказали, что это основополагающее звено циркуляции, а с другой стороны вы нам за полчаса до этого сказали, что западный перенос, каким образом это согласуется, ну согласуется, что мы говорим, в тропосфере умеренных широт преобладает западный перенос, так, понимая под тропосферой все толще от нуля до 10 километров, а как вы видите, вот это вот размыкание западной циркуляции, оно происходит, как правило, уже на высоте порядка 3 километров, и если даже осреднять просто по всей тропосфере, мы уже получим западный перенос с некоторыми только меридиональными составляющими. То есть эти два факта не противоречат друг другу, а просто говорят о том, что циркуляция у Земли действительно определяется вихревыми структурами, а поскольку термический фактор с высотой становится доминирующим, а распределение температуры у нас доминирует градиентом экватор-полюс, то и перенос, он, соответственно, подстраивается под это распределение экватор-полюс и становится квазизональным, то есть западным. Так что, невзирая на замкнутую циркуляцию Земли, на высотах у нас все равно зональная составляющая скорости ветра на порядок, как правило, больше, чем меридиональным. Да, вот это тоже как бы следствие из вот этой подстройки. Ну, еще одна хорошо знакомая вам картинка, но буквально я очень быстро на ней остановлюсь. Я, наверное, даже не буду увеличивать, она действительно знакомая всем. Значит, это случай не термический, как вы помните, термически асимметричные циклоны, антициклоны, это перемещающиеся и относительно молодые циклоны. В них существует теплый сектор и в них существует температурная асимметрия. Помимо этого у нас есть целый ряд образований на Земле, которые называются центрами действия атмосферы, где они стационарны, поэтому они называются центры действия, и они все, все центры действия атмосферы термически симметричны. В них нет температурной асимметрии, но, кстати, это все между собой взаимосвязано, да, потому что посмотрите, сейчас я верну на секундочку эту картинку. Причина того, что циклоны подвижные, это как раз наличные температурной асимметрии, потому что если есть температурная асимметрия, то на высотах появляется не круговое поле, а с преобладанием зонального потока, и вот эти приземные центры будут перемещаться по ведущему потоку. То есть причина подвижности циклонов как раз в их термической асимметрии. А если у нас образования термически симметричные, да, то есть существуют замкнутые очаги холода и тепла, то у нас на высотах тоже будет замкнутая циркуляция, а значит ведущего потока не будет, а раз ведущего потока нет, то это и будет стационарное образование, то есть центр действия. Все между собой взаимосвязано. Ну а теперь вот стандартные, да, вот эти четыре картинки, которые разбирали, значит, первые два это, как сказать, это высокие центры действия, которые сохраняются во всей тропосфере. Почему они сохраняются? Значит, если область холода совпадает с центром низкого давления, у нас сонаправленный термический барический градиент и с высотой благодаря второму слагаемому у нас будет происходить только увеличение барического градиента, то есть если я нарисую вот вертикальной плоскости, да, с высотой у меня становится все более вогнутыми изобарами. Этот центр не исчезает, а то наоборот усиливается. В результате получается высокое тропосферное образование. Тут не путайте, мы к этому тоже вернемся, но еще не скоро, да, понятия близкие, но сильно различные. Это как или не мадоки. В переводе с японского мадоки означает такой же, но другой. Вот как хочешь, так и понимай. Восточная философская мудрость. Такой же, но другой. Так вот, так, вспоминала, к чему я это говорила, значит, в данном случае, да, вспомнила, к чему говорила, высокий и высотный. Значит, высотное образование это то, которое существует только на высотах, вот это называется высотный циклон, антициклон, да, стратосферный антициклон можно назвать высотным, его у Земли нет, а высокий это тот, который от Земли до высот, да, вот, как бы не исчезает с высотой. То есть, как бы, высокий и приземный это, ну, хотя и высотный, и приземный тоже антонимы, нет, неудачный пример, наверное, наверное. Ну, вот, почувствуйте разницу, как говорится, помните об этом, не путайте. Значит, мы имеем высокое образование, абсолютно, да, ну, если брать географический пример, да, то вот такие холодные циклоны, это они характерны для океанических депрессий, и самые яркие примеры, это Алиутская и Исландская. В Южном полушарии нету аналога, потому что там доминируют перемещающиеся циклоны вокруг Антарктиды, и там редко очень происходит стационирование циклонов, и таких вот центров действия в Южном полушарии нету, да, там всегда существует на высотах западный перенос, и циклоны все подвижные. Тоже океаническое образование, это субтропические антициклоны, хорошо вам известны, когда совпадает центр высокого давления с очагом тепла, опять-таки сонаправленный барический и термический градиент, и опять-таки это образование усиливается с высотой и сохраняется во всей тропосфере. Ну и поскольку очаг тепла более интенсивный в летнее время, то, как вы хорошо знаете, субтропические антициклоны максимальную интенсивность имеют именно летом. ну а дальше две картинки это противоположные случаи, ну вот с одним из них вы как раз со следующим, да, с буквой В, вы хорошо познакомитесь, борясь с нашими картами, да, потому что это случай, когда у земли над холодной поверхностью в зимнее время формируется область высокого давления. Почему она формируется, то она же, наверное, все помним, да, холодный воздух, он более тяжелый, приземное давление это вес столба воздуха, чем более холодный воздух, тем он более плотный, тем больше вес, тем выше давление. Значит, вот в холодном воздухе у земли формируется антициклон, но в данном случае, если бы я построила вектора термического барического градиента, они направлены в разную сторону, барический из центра термический в центр, в результате мы имеем исчезающие с высотой образования и холодные континентальные зимние антициклоны как правило, не распространяются выше поверхности 925 гектапаскалей, то есть их характерная высота это от 1 до 1,5 км. Выше, наоборот, даже над областью холода возникает ложбина и зона пониженного давления. Ну вот в нашем случае такой зоны пониженного давления нет, в нашем случае я имею в виду нашу карту, но исчезновение с высотой антициклона вы можете прекрасно проследить, пока, правда, мы взяли карту только 850 гектапаскалей, там он еще есть, но по мере того, как мы будем подниматься выше, 700, 500, 400 и так далее, мы все их будем обрабатывать, вы видите, что никакого следа от континентального зимнего антициклона не остается, да, наоборот, появляется область низкого давления. Ну и случай наконец последний это когда над теплым континентом формируется область пониженного давления в силу обратных причин того, что теплый воздух легкий, это так называемые континентальные термические депрессии, поскольку континенты у нас самые теплые в тропиках, то характерны они для тропических районов. Это Сахарская депрессия, это Мексиканская депрессия и эта депрессия, она чаще всего не называется по месту индийской, она называется Муссонная депрессия. Это над Индией полуостровом Индостан. Значит, то же самое, да, с высотой происходит обращение барического градиента и над таким теплым циклоном термически симметричным на высотах возникает область повышенного давления. Что различается? Различается в данном случае высота обращения, и если Сахарская и Мексиканская депрессии исчезают уже на поверхности 700 ГПА, то самый высокий уровень обращения, и с этим тоже целый ряд климатических последствий связан, самый высокий уровень обращения в Индии. В Индии вот эта вот смена депрессии на антициклон наблюдается на высоте порядка 500 ГПА. Уровень обращения 5 километров. Да, забыла вам сказать про предыдущий случай, одно исключение. Единственное исключение на Земле, где холодный антициклон присутствует на картах средней тропосферы, это где, как вы думаете? Какой антициклон в холодном воздухе сохраняется в средней тропосфере? В Антарктиде, конечно, да, почему? Потому что там эта самая подстилающая поверхность имеет среднюю высоту 3 километра, что соответствует поверхности 700 гектопаскалей. То есть там просто ниже нет уровней, поэтому и на 700, и на 500 ГПА там будет действительно антициклон, но не в силу того, что нарушается закон подстройки варического поля подтермической, а просто надо не забывать, что там очень высокая, большая, абсолютная высота. Что тоже, да, поэтому карты, вот давление, которые иногда приводят для южного полушария поверхность 925 ГПА там что-то рисуют, поверхность 850 ГПА рисуют, да, это, в общем-то, очень странное такое представление, потому что это где-то посредине ледникового щита Антарктиды, вот, и какую-то там циркуляцию иногда тоже до ветра там какие-то рисуют, ну, берут всю карту южного полушария и нарисовали ветры на 850 ГПА. Вот кто там внутри льда дует, это очень сложно себе представить, поэтому вообще-то так более грамотно либо брать вышележащие поверхности, либо просто исключать тогда, если вас интересует там окружающий район, это исключать этот район из карты, там как-то его заштриховывать, иначе действительно это какой-то артефакт очень и очень странный. Так, значит, ну вот это я думаю, что вам все знакомо, тем не менее, вот, ну, некоторые там я вам примеры привела, которые могли забыться. Теперь, тоже достаточно, в общем-то, наверное, знакомые вам факты, но тем не менее, значит, исходя вот из таких закономерностей изменения барического градиента с высотой, можно выделить специфические особенности высотных барических полей. Значит, и первая особенность заключается в том, значит, высотной особенности, особенности высотных барических полей. И первая такая особенность, что поле циркуляции в свободной атмосфере имеет четко выраженную зональность с преобладанием зональных потоков. Как правило, такая вот квазизональная структура формируется, начиная с высоты 5 километров и выше. Значит, обусловлена она неравномерным нагревом, то есть холод в околополярных районах, тепло в тропиках. Но, правда, здесь еще нужно учитывать, что у нас вот в районе экватора добавляется влияние не столько температуры, сколько динамики. За счет того, что у нас у Земли посады сходятся, да, в районе экватора всегда существуют восходящие движения, и это способствует понижению давления. Так что вот у нас, так скажем, две причины глобальной вот такой зональной структуры. Во-первых, это, конечно, неравномерный нагрев и градиент температуры экватор-полюс. Но добавок сюда вносит не только термический, но и динамический фактор, а именно подъем воздуха на экваторе. И зона наличия экваториальной ложбины. Вот причина наличия экваториальной ложбины это не термическая, а динамическая за счет конвергенции воздуха. То есть вот работает место термодинамика. Ну и в результате у нас, значит, что получается? У нас в свободной атмосфере восточный перенос над тропическими районами и два мощных циркумполярных вихря. Причем эти циркумполярные вихри по площади они существенно больше, чем вот это вот пояс восточных ветров. Причем над океанами циркумполярные вихри смыкаются. То есть над Тихими Атлантическими океанами восточного переноса не существует. У нас западный перенос умеренных широт смыкается в так называемых верхнетропосферных океанических ложбинах. То есть вот этого пояса давления нет. Ну и связано это с тем, что в языка над океанами она намного более узкая и более слабая, чем над континентами. Такого пониженного давления там не будет в центре, поэтому восточного переноса вообще нет. Ну вторая причина тоже можно проиллюстрировать собственно этой же картинкой, что высотные барические поля они имеют намного более гладкую структуру и связано это с тем, что в свободной атмосфере не существует замкнутых очагов тепла и холода. Основной фактор изменения температуры в свободной атмосфере астрономический. Поэтому поля квазизональные и гладкие. У Земли понятно, что добавляется влияние подстилающей поверхности и именно это является причиной возникновения замкнутых очагов тепла и холода. есть исключения которые как раз нарушают вот эту квазизональность это очаги тепла которые формируются благодаря выбросу скрытого тепла. Значит в зонах развития глубокой конвекции в свободной атмосфере могут возникать замкнутые очаги тепла тепла нарушают вот эту квазизональность и которые являются источником главным источником возникновения длинных волн в свободной атмосфере. Значит вот замкнутые очаги тепла формируются благодаря процессам глубокой конвекции и именно они являются основным источником одним из основных ну если в верхней тропосфере то основным наверное в средней верхней тропосфере источником длинных волн. Следующая особенность высотных полей вот это наличие наклона вертикальных осей циклонов и антициклонов. Ну вот эту картинку можете себе не перерисовывать просто такая она иллюстративная что как это терминология значит что называется вертикальной осью циклона или антициклона неважно это гипотетическая линия которая соединяет центры экстремума давления на разных изоборических поверхностях значит вот эта вот линия которая соединяет экстремума давления на разных высотах носит название вертикальной оси а особенность высотного поля заключается в том что эта ось имеет существенный наклон да если мы посмотрим ну тоже можно это может быть такая слишком подробная картинка я вам про нее расскажу не надо ее перерисовывать полностью значит вот у нас приземный циклон с термической асимметрией область адвекции холода смещена в северо-западную часть соответственно термический градиент направлен на северо-запад поэтому на высотах центр низкого давления смещен также на северо-запад и вот эта вот вертикальная ось АВ она будет иметь наклон на северо-запад в сторону зоны холода ну вот здесь вот та же картинка вертикальная вот это тепло это холод значит где-то здесь это да все правильно это Б это А вот у нас разная барическая ступень разная значит тут пунктиром показаны изотермы сплошной линией показаны изобары и вот если здесь низкое давление ближе расположено к зоне тепла да к теплому сектору то вот на высотах низкое давление смещается в область холода аналогичная ситуация только с обратным знаком наблюдается в антициклоне где значит холод расположен в передней части а максимальное тепло в тылу антициклона хотя они говорят тыл антициклона вот и максимальное тепло это на юго-западе и ось высотная наклонена на юго-запад то есть наклон оси в случае антициклона в сторону гребня тепла в сторону циклона в сторону ложбины холода значит здесь несколько оговорок во-первых что такое вертикальные оси что такое наклон значит нужно понимать что на масштабе синаптической карты мы не можем разделить положение центров уверенно разделить если расстояние между ними меньше 50 километров то есть если расстояние между центрами у земли на высотах меньше 50 километров мы говорим что они практически совпадают так вот такое совпадение дает угол наклона оси 6 градусов то есть если наклон оси 6 градусов мы считаем что ось вертикальна да поэтому вот вертикальная ось это не 90 градусов ни разу а больше 6 так что имейте это в виду но опять это возникает из разницы масштабов по вертикали по горизонтали так вот как вы видите вот этот вот наклон вертикальной оси он возникает при наличии температурной асимметрии если температурной асимметрии нет то ось будет практически вертикально и приземные высотные центры будут совпадать поэтому тут есть как бы да в зависимости от чего вы стартуете но вот таких три взаимосвязанных фактора что если происходит окклюдирование циклона то у нас циклон становится термически симметричным да потому что при окклюдировании теплый воздух поднимается наверх и в результате излучения охлаждается весь циклон становится холодным образованием так вот в окклюдированном циклоне приземный высотный центр будет практически совпадать значит какая тут идет логическая цепочка если вы видите что приземный высотный центр совпадают это значит что циклон окклюдировался да если приземный высотный центр совпадает это значит что циклон старый и окклюдированный с другой стороны если вы видите наоборот по приземной карте что произошла окклюзия Вы можете предполагать, что на высотах центр низкого давления будет там же, где и у Земли, в зависимости от того, какую информацию вы имеете. И отсюда еще одно следствие, что если у нас приземные и высотные центры совпадают, то у нас исчезает ведущий поток, и циклон становится стационарным. То есть вот это все звенья одной цепочки. Окклюзия, термическая симметрия, совпадение приземного высотного центра и стационирование циклона. Это все между собой взаимосвязано. Ну и, наконец, последняя особенность. Это то, что в свободной атмосфере, несмотря на наличие явного градиента экватор-полюс, меридионального градиента, у нас температура не распределена равномерно, а существуют высотные и фронтальные зоны с большими градиентами температуры и квазиоднородные зоны, соответствующие конкретной воздушной массе. Да, у нас существуют высотные и фронтальные зоны и существуют области, занятые одной воздушной массой. Поскольку барический градиент подстраивается под термической, то поле давления на высотах будет также неоднородно. То есть будут зоны малоградиентные и зоны увеличения градиентов. Таким образом, отсюда еще одна такая особенность, что высотные и фронтальные зоны, в отличие от приземных фронтов, выражены не только в поле температурное и в поле давления. Значит, высотным фронтальным зонам соответствуют большие градиенты не только температуры, но и большие градиенты атмосферного давления, а, соответственно, зоны повышенных скоростей ветра, то есть зоны струйных течений. Ну вот теперь плавно от изменений давления с высотой мы перейдем с вами к изменениям давления во времени. Так, скорее, наверное, это стерло, ну ладно, нарисую вам табличку. Значит, ну для начала просто некоторые такие табличные данные о том, насколько соотносится между собой изменчивость давления на разных высотах. Значит, вот здесь ли я здесь напишу высота в километрах, а здесь будет средняя междусуточная изменчивость, где-то паскалей в сутки. Это для умеренных широт среднестатистические данные для московского региона. Значит, ну и вот соответствующие цифры. У Земли средняя изменчивость составляет порядка 5 гектапаскалей за сутки, поэтому вот тот гигантский скачок в 25 гектапаскалей за сутки, который наблюдался у нас пару дней назад, это действительно рекордное значение, да, потому что это в 5 раз превышает среднее. Значит, у Земли порядка 5 гектапаскалей. С высотой эта изменчивость постепенно падает, но однако в средней тропосфере, как вы сейчас увидите, эти изменения незначительны. То есть дальше существует такой квазиоднородный слой, и даже вот вы видите на высоте 8 километров небольшое увеличение. Ну а дальше с высотой происходит дальнейшее постепенное уменьшение между суточной изменчивости. Ну и вот к нижней стратосфере высота 18 километров, да, это уже, ну, даже не совсем нижняя, но все-таки можно к нижней части стратосферы отнести. Изменчивость падает практически в 5 раз, и колебания давления от суток к суткам находятся в пределах, ну, практически одного гектапаскаля. Ну вот дальше понятно, что же является основной причиной изменения давления со временем. Если мы сейчас уже поняли, да, из предыдущей формулы, что барический градиент подстраивается под термический, то неважно, это происходит по пространству или по времени. Основной фактор, приводящий к изменениям давления, это изменение температуры воздуха. Но вот дальше тот факт, о котором я вам упоминала и который, ну, наверное, вы знаете, а изначально он не очень понятен, что в нижней тропосфере знак изменения температуры и давления противоположны, а в средней и верхней тропосфере знак изменения давления и температуры одинаковый. Вот средний уровень, на котором происходит смена знака, это высота порядка 700 гектапаскалей, порядка трех километров. Но понимаете, что это такая абсолютно, да, средняя температура по больнице, то есть, конечно, при зависимости от синаптической ситуации, от сезона года, от широты, эта высота может изменяться. Но в среднем это порядка трех километров. Значит, ну, связь можно получить, я даже не буду вам это все выводить, это будет абсолютно та же формула, что у нас была до этого, только мы с вами дифференцировали по нормали, да, для того, чтобы получить значение градиента. А для того, чтобы получить изменения по времени, мы с вами сделаем все то же самое, только барометрическую формулу продифференцируем по времени. То есть, по сути, заменится только буква. Я вам сразу напишу финальное уравнение, которое будет выглядеть абсолютно аналогично, только буква Н заменяется на букву Т. Ну и вот отсюда, в принципе, уже следует факт, о котором я сказала, поскольку здесь у нас во втором слагаемом стоит величина дельта Z и вклад второго слагаемого с высотой совпадает. Отсюда как раз и следует, что знаки изменения давления на высотах… Знак изменения… Так, здесь ДП2. Плохо. Это 2 у меня написано, но, может быть, не очень видно. А, только стоп. Сейчас, сейчас, сейчас. А где я ошиблась? П2 на П1. Так, здесь у нас плюс должен быть. Знаки-то совпадают. Значит, я там, что ли, вам неправильно написала? А я там вам минус писала? Сейчас я разберусь, почему я написала минус. Секундочку. Так, а потому что я… Логарифм П1. Это будет ДП1. А, да-да-да-да-да. Значит, там тоже поменяете, действительно. То есть первое слагаемое правильно у нас идет с плюсом. Мы берем производную от логарифма П1, единица на П1, ДП1, ПДН у нас там был, да? Ну, правильно, потому что у нас степень 1,2, да. У нас минус на минус дает плюс. Естественно, если мы говорим, что у нас высотой термическое поле подстраивается под термическое, естественно, знак ДП по ДН и ДТ по ДН должны совпадать. А у меня там стоял знак минус. То есть поменяйте там, пожалуйста, на плюс. Здесь я обратила внимание на это, а там не обратила. Так, значит, все, исправили, слава богу. Ну, как-то я там автоматом переписала, не заметила. Значит, здесь тоже, пожалуйста, напишите плюс. Ну и, как я сказала, значит, высотой у нас вклад второго слагаемого растет, поэтому знаки изменения давления температуры в средней тропосфере совпадают. И тот же вывод, что мы делали для первого слагаемого, значит, что если у нас изменений температуры нету, то на выше лежащем уровне давление меняется так же, как на ниже лежащем, но с меньшей интенсивностью, да, потому что вот этот множитель по 2 на АП1, он меньше единицы. Продолжение следует... Продолжение следует...